Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на открытии первого регионального кадрового форума. Передаю привет из Московского государственного университета, с экономического факультета МГУ. Я хотела бы сегодня выступить перед вами с докладом о концепции достойный труд и ее реализации в регионах России. Как известно, концепция достойный труд была принята Международной организацией труда в 1999 году. И согласно данной концепции достойным может называться труд, который является свободным, справедливо оплачиваемым, безопасным, социально защищенным, непринижающим достоинства человека, открывающий равные стартовые возможности для всех, гарантирующий участие в принятии управленческих решений и саморазвитии личности. Достойный труд – это труд, позволяющий работнику заниматься любимым делом в условиях свободы, справедливости, безопасности и уважения человеческого достоинства. Стратегической целью достижения устойчивого экономического роста должна стать реализация стандартов достойного труда как основы благосостояния человека и развития страны. Структура достойного стандарта достойного труда – это сам стандарт, механизм, с помощью которого достигается установленный стандарт и индикатор, по которому оценивается соответствие установленному стандарту. Стандарты включают достойную заработную плату, достойную занятость и эффективное социальное партнерство. Мы больше сделаем упор на стандарте достойной занятости. Что такое достойная занятость? Это максимальная возможность занятости на рабочих местах, обеспечивающая рациональное использование знаний, умений, навыков работника, достойную заработную плату, возможность профессионального роста и повышения квалификации, мотивацию работников к труду, грамотную организацию труда и отдыха работника и безопасные условия труда. Что включают стандарты достойной занятости? Во-первых, это достойное рабочее место, это полная занятость населения, стабильная занятость, востребованность граждан Российской Федерации на рынке труда, в том числе востребованность молодежи на рынке труда, а также оптимизация иностранной рабочей силы и ее привлечение, обеспечение непрерывного профессионального развития работника и достойный труд, достойный уровень жизни безработных граждан. О создании достойных рабочих мест, высококвалифицированных, говорилось в указе президента Российской Федерации, о том, что нужно создать и модернизировать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. Полная занятость населения, наличие рабочих мест в достаточном количестве для желающих трудиться, трудоспособного населения страны, практическое отсутствие продолжительной безработицы, возможность предоставить желающим трудиться рабочие места и соответствующее их образование и опыту работы. Полная занятость населения предполагает следующий индикатор. Это уровень общей безработицы, уровень регистрируемой безработицы и длительность поиска работы. Кроме того, существует также потенциал безработицы и недоиспользованного труда. То есть он складывается из общего уровня безработицы по методологии МОД и лиц, находящихся в пограничной ситуации между безработицей и экономической неактивностью. Плюс к этому отдельной категории занятого населения. Далее мы говорим о таком стандарте достойной занятости, как стабильная занятость. Стабильная занятость. Особенно это важно в условиях прикоризации занятости, неустойчивой занятости. Очень важна также такая составляющая, как востребованность граждан Российской Федерации на рынке труда. Вы это можете увидеть из слайдов презентации. Далее стандарт 4.1 достойной занятости. Востребованность молодежи на рынке труда. Здесь указаны как механизмы, так и индикаторы. То есть индикатором является уровень безработицы среди молодежи. Далее. Очень важен такой стандарт достойной занятости, как обеспечение непрерывного профессионального развития работника. И последний стандарт – достойный уровень жизни безработных граждан. Среди них также мы можем обратить внимание на занятость, на безработицу среди молодежи. Далее, коллеги, мне хотелось бы информировать вас о том, что на экономическом факультете МВУ при кафедре экономики труда и персонала 27 июня 2014 года был создан Центр социально-трудовых исследований. Основными направлениями работы данного центра являются следующие основные блоки. Это исследовательский блок, который предполагает развитие новой концепции экономики труда как науки и как предмета преподавания. Это развитие методики и методологии. Это практические рекомендации по развитию социально-трудовой сферы по вопросам регулирования социально-трудовых отношений. Это методические положения, нормативные документы. Далее. Второй большой блок – экспертно-аналитический. Он предполагает, как вы видите, четыре основные направления. Я хотела бы отметить особенно первое и четвертое. Во-первых, это оценки состояния социально-трудовой сферы регионов с точки зрения возможности реализации принципов и стандартов концепции достойный труд. И региональные обзоры особенностей занятости и безработицы молодежи в России. А также аналитический обзор развития корпоративных культур. Далее. Третий блок – это учебный блок. Это организация и проведение курсов повышения квалификации, доп. образования, тренингов, проблемно ориентированных дискуссий, вебинаров по основным направлениям деятельности, центра в области трудовой сферы. Это создание инновационных учебных продуктов на русском и английском языках и их вывод на российские и зарубежные рынки. Это разработка учебно-методической литературы, научной публикации, разрабатываемых проектов и учебных программах. Четвертый важный блок – координационный. Это организация и проведение научно-практических конференций, симпозиумов, круглых столов, научных семинаров, мастер-классов, характеризующих реализацию в России как раз принципов и стандартов, концепции мод «Достойный труд» и результатов научных исследований с привлечением российских и зарубежных экспертов, а также развития международных связей. Далее, пятый блок – это консалтинг, то есть консалтинг компаниям в разработке кадровой политики, социальных программ, направленных на внутрифирменную реализацию принципов, концепции стандартов «Достойного труда». Успешное развитие организаций и предприятий в условиях инновационной экономики. Далее, хотелось бы остановиться также отдельно на такой вопросе, как деятельность работодателей. Хочется отметить, что работодатели играют ключевую роль в создании рабочих мест, в производстве национального богатства, в улучшении жизни и условий труда. Сильные и независимые организации работодателей, созданные и функционирующие в соответствии с принципами МОД, о свободе объединений, играют жизненно важную роль в процессе трехстороннего сотрудничества, в достижении социального диалога, в работе российских трехсторонних комиссий по вопросам социально-трудовой сферы. Далее, хочется отметить, что организации работодателей также содействуют созданию, ну или должны, во всяком случае, содействовать созданию благоприятных условий для успешного развития предпринимательства, роста производительности, роста мотивированности персонала, экономического развития, оказывать влияние на среду, в которой предприниматели ведут свой бизнес и предоставляют услуги, которые способствуют успеху их предпринимательской деятельности. Какие основные задачи могут стоять перед организациями работодателей? В первую очередь, это задача стратегического развития организации, расширения членской базы и в то же время усиления своего потенциала, для того, чтобы наряду с правительством и профсоюзом принимать участие в разработке политики в сфере труда и социальных отношений. Необходимо улучшать качество существующих услуг для членов и предоставлять им новые услуги, наращивать профессиональный потенциал по широкому спектру вопросов в сфере труда и социальных отношений. Какие пути укрепления потенциала таких организаций-работодателей? В первую очередь, это разработка и внедрение устойчивой практики внутреннего управления организацией и надежного механизма формирования доходов. Это обучение работодателям методом эффективной информационно-разъяснительной работы, управление бизнесом, ведение коллективных переговоров, методом разрешения конфликтов и другие важные пути укрепления потенциала организаций-работодателей. Далее, это укрепление технической экспертизы, объединение работодателей с тем, чтобы повысить уровень их вовлеченности в разрешение трудовых и социальных вопросов, включая сферу социальной защиты, охраны труда, гендерного равенства, борьбы с торговлей людьми, детским и принудительным трудом и прочее. Главная идея, на наш взгляд, то, что работодатели должны быть активно вовлечены в обсуждении и принятии решений по вопросам труда и социальных отношений, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают и их интересы, а также интересы работников, которых они нанимают. Говоря о выводах, можно сказать, что наилучший путь достижения такого участия это развитие сильных организаций, представляющих позиции работодателей. И мы также поддерживаем организации работодателей в их стремлении работать независимо от государства и в то же время призываем их членов к продвижению принципов социальной ответственности бизнеса. Уважаемые коллеги, я хотела бы пожелать вам успешной работы на первом кадровом региональном форуме, новых идей сплочения, консолидации усилий, направленных на повышение эффективности работы современных предприятий, на бесконфликтное взаимодействие руководителей и персонала, пожелать интересных мастер-классов в выработке каких-то практических наработок, идей, навыков для всех участников форума. И хотел бы пожелать также принять участие в любом из наших с вами перечисленных мной блоков в работе Центра социально-трудовых исследований, который открылся на экономическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова. Спасибо большое за внимание, успехов вашему форуму. Спасибо. 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 Спасибо.